Зарабатывает какую-то сумму денег, возвращается и тут же ее сплывает, сливает. Следующий этап то же самое. И так всю жизнь. У этих людей никогда не вводятся деньги. Они как только появляются, сразу же куда-то их сплавляют. Другая часть людей, это умная часть, ее вещество, как всегда, поэтому и богатых людей меньше, чем остальных, они строят собственный бизнес. И вот в самом бизнесе, друзья, заложена прибыль. За прибылью не надо гнаться, за заработком не надо гоняться, нужно строить бизнес. А в нем уже заложена прибыль. И намного больше, чем может заработать человек бегать за прибылью. Я считаю, что каждый человек имеет не только право, но он обязан иметь собственный бизнес. Но я имею в виду человек, который задумывается над этим. Кто его строит? Почему бизнесменов не так много? Наверное, если мы пронаблюдаем, то и умных людей не так много, предприимчивых не так много, ответственных людей не так много. Желающих всегда обучаться не так много. И те, которые не жалуются, и не ждущие от государства милостей, тоже не так много. И те, которые строят свое государство, тоже не так много. Поэтому я думаю, что вы, все 31 человек, которые находитесь здесь, в том числе и я, мы имеем вот эти качества. Мы не обделены умом, у нас есть предприимчивость, ответственность, всегда желаем обучаться для чего? Для того, чтобы иметь собственный бизнес. Потому что без этих качеств, друзья, мы не сможем управлять этим бизнесом. Не можем соответствовать изо дня в день тем параметрам, которым позволяют нам содержать наш бизнес в надлежащее состояние. Поэтому всегда развивайтесь, развивайте свой ум, будьте предприимчивы, ответственны и обучайте всегда для того, чтобы иметь собственный бизнес. Какие направления есть в бизнесе, они разные. Это сельскохозяйственный, производственный, торговый, сфера услуг, искусство и так далее. Можно развивать собственный бизнес во всех этих направлениях. Но везде есть свои вложения, есть срок, время, во времени, сколько нужно инвестировать, и не только денег, но и времени для того, чтобы этот бизнес состоялся. К примеру, если вы хотите иметь такой бизнес, как Макдональдс, франчайзинг, он стоит где-то 100 тысяч долларов, плюс вы должны работать 10-12 часов в вашем Макдональдсе, чтобы зарабатывать. Это прибыльная сфера, но есть вложения. У кого из вас есть 100 тысяч долларов, который готов инвестировать в Макдональдс? Просто подумайте, у кого сейчас есть такие деньги, а без вложения вы никак не заработаете. Вы хотели бы быть сельскохозяйством, сажать что-то, вы должны арендовать землю, за это нужно платить, покупать семена, солярку, трактора, рабочих. Это все затраты. Это может быть от 10 тысяч долларов и до миллионов долларов вложений для того, чтобы иметь собственный бизнес и действительно что-то зарабатывать. На это уходит, друзья, не один год, иногда 10, а то и 20 лет работы. Нужно нанимать людей, это иногда 5, иногда тысячи людей для того, чтобы этот бизнес состоялся. И очень жестокая конкуренция, потому что все хотят зарабатывать, все хотят иметь этот бизнес и наслаждаться всеми благами этого бизнеса. Есть еще другая категория людей, которые думают, что если я пойду в университет, закончу, приобрету какую-то профессию, то однозначно я буду зарабатывать достаточно денег и это даст мне финансовую свободу. На обучение, друзья, уходят от 5 до 10 лет. Иногда и больше, потому что люди переучиваются, меняют профессии. Что случается с этими людьми, когда они заканчивают, они идут, нанимаются на работу и строят свою карьерную лестницу. Продвигаясь по ней, они с каждым годом получают чуть больше, больше, больше денег и они считают, что это их не бизнес. И как только эта компания рухнула, либо она не понравилась руководству, теряют возможность зарабатывать и опять с протянутой рукой ищут, где себя продать и свои знания. Потом, если он решает все-таки построить бизнес, то на бизнес уходит то же самое, 5, 10, а то и 20 лет. То есть практически я вам скажу следующее, что заканчивать институт ради получения профессии, через которую вы можете зарабатывать, я считаю это глупо. Предлагаю заканчивать институт ради знаний, я считаю, что это правильно. Нам знания нужны, если у вас есть возможность пойти в институт и учиться, вы должны это сделать. Но не ради заработка, а ради того, чтобы развить в себе возможности, видение возможностей вокруг себя. То есть люди с образованием, у них больше возможности увидеть, где можно заработать. То есть открываются другие глаза. Да, но несмотря на это, так же этим может заняться и человек, который не имеет высшего образования. Что же мы вам предлагаем, друзья? Вот сейчас мы приступаем к самому главному. Мы предлагаем вам международный бизнес без университетов и без больших вложений. Какие условия? Здесь есть некоторые условия, которые должны присутствовать. Желание строить собственный бизнес. Если есть такое желание, то вы квалифицируетесь, вы можете присоединиться к нам. Если у вас есть желание обучаться, вот так же вам еще несколько пунктов добавляется. И самое элементарное, что у вас должно быть, друзья, это интернет. Все. Желание иметь собственный бизнес, желание обучаться и интернет. Все остальное дело наживное. Независимо, сколько вам лет, вам 16 лет, либо вам 80 лет, вы можете это сделать. И мы приступаем непосредственно к компании, о которой я с удовольствием могу рассказывать с утра до вечера. С утра до вечера. И без никаких опасений, потому что эта компания, друзья, не только огромная, она очень надежна. Она была уже проверена федеральными службами Америки. Пять месяцев они ее тормошили, переворачивали. По нитке разобрали, сказали в конце, друзья, извините, у вас все нормально, идите, занимайтесь своим делом. Вы делаете доброе дело. Это слова судьи, который сказал нашему руководству. Поэтому с тех пор, с 10-го года наша компания легально продвигается по всему миру, и она дошла и до вас. Поэтому будьте внимательны. Следующие 30 минут вы познакомитесь с возможностью строить собственный бизнес в нашей компании, которая называется Аксесс. Друзья, давайте познакомимся с основателем нашей компании. Это гениальный человек, который придумал или заказал маркетинг-план, который до того времени не было в MLM-индустрии. После того, как наша компания вышла с таким маркетинг-планом, уже появились другие компании, которые копировали частично, где-то больше, где-то меньше. Но они с успехом все провалились, потому что цель их не была идентична с целью Стива Реннера, нашего основателя. Ихняя цель была просто собрать деньги. И они это сделали, обобрали людей на многие-многие сотни миллионов долларов и исчезли с успехом. Такие как Zik и другие компании. И многие такие компании не исчезают. Наша компания как ледокол двигается и процветает. Следующая личность немаловажная, это наш президент Боб Кенсала. Давайте познакомимся поближе. Это Джеймс Бонг, это технический директор. Эйми Эйд, это финансовый директор. И наш адвокат Питер Олд. Друзья, на прошлой неделе было озвучено, что компания пригласила в качестве маркетинг-директора одного из лучших маркетологов Америки, имея уже три компании в своем счету, которые он с успехом продвигал на рынке Америки. И не только, он выдвинул их на 15 место, это очень большой рейтинг. На 15 место из тысячи тысячи компаний. Он был принят на работу, был приглашен в нашу компанию. И я лично ожидаю от него очень много материала, который поможет нам продвигать наш бизнес здесь в Америке. Но также будут переводы, и эти материалы помогут и нам продвигать бизнес там, где мы живем. Поэтому обратите внимание на команду. Это очень важно. Кто входит в состав нашего руководства. Это очень грамотные люди. На слайдах вы видите сейчас офис, то есть здание, в котором находилась до декабря месяца наша компания. Она сейчас перешла в другое здание через дорогу. Я планирую в феврале полететь туда и сделаю снимки этого здания. И также встречусь с руководителем нашей компании, в том числе и с Стивом Реннером. Это находится в городе Миннеаполис. Я был в 2010 году, вот именно в этом здании. Есть и видео, но думаю, в феврале будет другое видео в новом офисе. Также нужно отметить, друзья, что суппорт – это как раз то, что имеет очень большое значение в развитии нашего бизнеса. И вы не найдете ни в одной компании, ни в одной, и это не пустые слова. Ни в одной компании, чтобы вам ответили на телефон на 8 языках. Я не говорю о суппорте, о e-mail. Я говорю, вы звоните с Украины, с Казахстана, с Австралии, звоните в офис и вам отвечают на тот язык, на котором вы говорите. Либо это английский, либо это русский, либо испанский, либо китайский. Сейчас португальщины нету. То есть, такого я еще не видел. Компания инвестирует деньги, понимая, что это очень важно для партнеров. Она все для этого делает. Цель нашей компании – стать провайдером номер один. Интернет-реклама, интернет-услуг, мобильных услуг для малого бизнеса по всему миру. Что такое провайдер, друзья? Все вы знаете, раз вы в интернете, что такое Google. Google – это Search Engine, то есть, поисковик. То есть, мы вставляем там определенные слова и ищем какую-то информацию. Так вот, Google, Yahoo, Bingo, Яндекс – это все поисковики. Наша компания имеет собственный поисковик под названием Access. Поэтому компания называется Access Marketing. Как это происходит? То же самое, как на Google. Вы вставляете ключевые слова вот в это окошко, нажимаете на поиск, и вам поисковик выдает информацию, как купить ноутбук в Киеве. И вот вам, пожалуйста, перечень информации, и вы так же, как на Google, здесь ищите. Google стал мультимиллиардерной компанией только благодаря этому Search Engine. То же самое, компания заявляет, что мы стремимся стать провайдером номер один, то есть, обойти и Google. И это возможно, друзья, если мы будем внимательны к тому, что сегодня будет сказано. Еще очень важно знать, что наша компания находится в Силиконовой долине в штате Калифорнии. Там, где находятся такие компании. То есть, это такая долина, так она образно называется, где находится представительство тех компаний, которые занимаются интернет-технологией, как Google, Facebook, IBM, Microsoft, HP, Apple и так далее. Там же находится и наша компания Access. Что она там делает? Да ей там место. Ей там место, потому что продукцию, которую она разрабатывает, это продукция высоких технологий, интернет-технологий. И они востребованы, и компания должна быть там, потому что туда всегда появляются, приходят инвесторы, которые исследуют, куда инвестируют их капитал. То есть, это очень большой уровень, друзья. И компания имеет офис. Это тоже старый офис. Наша компания перешла в новый. В новый офис, то же самое в Силиконовой долине, в новый офис. Как только у меня появится такая фотография или возможность побывать там, я это сделаю. То есть, если мы смотрим, компания относится очень серьезно ко всем этим аспектам. Где она находится, как она себя перенетет, что она делает, кого приглашает в качестве лидеров. То есть, все это очень важно. Аксесс-маркетинг – это поисковые услуги, поиска системы высшего рейтинга. Дальше. Доменные услуги, регистрация доменовых услуг, мобильные услуги, рекламные – это текстовая реклама, сайты, баннерная реклама, мобильная реклама. Все это есть у нас, друзья. Друзья, спрос на рекламу в интернете пользуется огромным-огромным-огромным-огромным успехом. Почему? Потому что сейчас практически даже наземные бизнесы рекламируют себя в интернете. Посмотрите в ваших городах. Невозможно сфокусироваться на какую-то рекламу, потому что их очень много, очень много. И человек просто теряет фокус, и он просто проходит мимо. Единственное, что он может сделать, единственное, что он может сделать – прийти домой, зайти в интернет и спокойно перебирать то, что ему нужно. Поэтому в интернете будут все. В интернете будут все. Реклама в интернете, как сказал руководитель Майкрософта, сказал следующее. Будущее за теми, кто в интернете. Кто в интернете, тот потерян. Ну, приблизительно вот такие слова он сказал. Реклама в интернете пользуется большим спросом на рынке. Расходуемый продукт рекламировать нужно всегда, каждый день, по многу раз. Любой бизнес нуждается в рекламе. Необходимо постоянно увеличивать трафик, иначе другие вытеснят тебя. Реклама – уникальный продукт для Малэма. И это, друзья, не новость. Все мы понимаем, без рекламы двигаться нельзя. Реклама – двигатель торговли. А если мы не продаем, мы не зарабатываем. Вот в этой индустрии, друзья, крутится полтора триллиона долларов. Это баснословные деньги. И вот наша компания борется за то, чтобы урвать большой кусок. И с этим куском хочет поделиться с нами. Готовы ли вы участвовать? Это уже другой вопрос. Вот такие компании, как Google, Яндекс, Байду – это имеют такие же поисковые системы, как и наши. Это люди, которые стали миллиардерами. Понимаете? Кто-то скажет, ну понимаешь, вот Яху, вот Фейсбук, они стали миллиардерами. Но не все же могут. Я понимаю, что не все могут стать миллиардерами. Но если я присоединюсь к миллиардной компании, которая развивается бурно, и со стола этих господ упадет крошки, так эти крошки могут оказаться миллионными. Понимаете, о чем идет речь? Поэтому иметь дело с богатой и перспективной компанией всегда выгодно. Даже если ты будешь довольствоваться только мизерным, это окажется большой суммой для большинства людей. Это даже невообразимо. Что нам нужно сделать, друзья? Для того, чтобы присоединиться и оторвать какой-то кусок от этой компании. Не оторвать, а правильным построением бизнеса заработать. Это стать консультантом интернет-маркетинга и начинать строить свой бизнес, о котором мы в самом начале говорили. Остаточный доход – это то, что я опять-таки могу говорить о нем с утра до вечера. Это единственное, что меня привлекло в MLM. Это остаточный доход. Заработать 2 тысячи долларов можно в Америке практически, работая на простой работе. Если 5 тысяч долларов, то, наверное, сесть на грузовой автомобиль и кататься, и заработать 8-10 тысяч долларов в месяц. При этом не видеть своих детей, свою жену и так далее. То есть денег можно заработать, но меня это не устраивает. Меня что вдохновляет, это пассивный доход. И вот об этом пассивном достаточном доходе я могу говорить с утра до вечера. Возможность в акцессе огромная, но компания не дает никаких гарантий, что вы здесь разбогатеете, что вы будете иметь доход, если вы ничего не сделаете. То есть вот такое понятие «можно заработать никого не приглашая», «можно заработать ничего не влаживая» – это сказка не про нас. Это сказка для идиотов. Компания гарантирует, что она сохраняет легальность каждого человека, она предоставляет все услуги для того, чтобы ты мог построить здесь бизнес. И сохраняет твой бизнес. И если вы не верите, спросите у любого, здесь находящегося в комнате, который уже находится в этом бизнесе год, два, три. Имеет он структуру или не имеет, но если его аккаунт активный, то бизнес за ним сохраняется, и он зарабатывает. И он зарабатывает. Много или мало – это другой вопрос. А эта компания гарантирует. А то, что мы будем зарабатывать много, никакой гарантии нет. Все зависит от наших усилий. Хорошо построил бизнес – хорошо получил. И получаешь, и будешь получать до конца твоей жизни. То, что ты здесь построил когда-то, оно никуда не исчезает, как в других компаниях. Здесь постоянно растет наша прибыль. Как же компания делится с нами? От всеобщей прибыли 70% она дает структуре. На две части. 35% – это комиссионные, и 35% – разделение прибыли. И еще очень важно отметить, что компания делится с нами прибылью в каждый день. Мы получаем в каждый день. Это очень приятно. И мы получаем по трем направлениям. План AdView, план различных продаж, план сетевых продаж. Давайте мы рассмотрим первый из них. Это первый AdView – это когда мы рассмотрим рекламу. То есть мы, кроме того, друзья, что зарабатываем денег, мы еще зарабатываем рекламу. Реклама – что-то такое и в каком виде. Нам компания начисляет в виде iCredit. Нам дается возможность кликнуть на определенный линк, и начинается просмотр рекламы. После 30 секунд нам дается возможность повторного. И так до 25 сайтов, если мы смотрим, то нам начисляют еще бонусных 25 iCredit, всего 50. Если мы посмотрим 100, максимум, что мы можем посмотреть, мы заработали 200 iCredit. Это в виде рекламы. Это как вознаграждение. Также мы зарабатываем iReverdy, которые тоже можно превратить в деньги. Но эти 25 просмотров рекламы квалифицируют нас именно на получение возможности зарабатывать от ежедневной прибыли. Подробно вы познакомитесь непосредственно с материалом, которым есть в записи. Либо ваш спонсор, ваш пригласитель вас введет в курс дела, как это происходит на деле. Это, в принципе, очень-очень просто. Также есть возможность получить долю общих продаж компаний по всему миру, основанную на вашем уровне PCV. И вот здесь тоже очень важно знать, что такое PCV. Чуть позже я вам объясню. Снимайте, снижайте собственные затраты на рекламу, плюс зарабатывайте дополнительные рекламные кредиты. Я остановлюсь здесь чуть-чуть, друзья, и введу вас в курс дела. В Google есть такой инструмент Google AdWords, где вы можете рекламировать свои сайты. Вы регистрируетесь, устанавливаете ваш сайт, привязываете вашу кредитную карточку. И каждый раз, и там есть такая статистика, вы ставите, сколько человек вы приблизительно хотели, чтобы посетили ваш сайт. К примеру, вы поставили 100 человек. И там есть цена за каждый клик. Я пробовал в свое время ставить 1 цент, но мало людей посещало. Я повысил до 10 центов, это было самое оптимальное. И вот 10 центов за клик, друзья, за 100 сайтов, это 10 долларов в день. Если вы готовы платить 10 долларов в день за рекламу и иметь всего лишь 100 человек на ваш сайт, то добро пожаловать на Google AdWords. А если вы хотите без вложений за 10-15-20 минут, а еще лучше где-то за час просмотра рекламы, это просмотреть 100 сайтов, да, то вы заработаете 200 кредит, то вы 200 человек пропустите через ваш сайт бесплатно. Либо вы платите 20 долларов в день, либо вы смотрите 1 час рекламу, наслаждаясь хорошей рекламой, при этом можно общаться и еще делать свои дела. Но это дополнительное, что связано с рекламой. То есть мы сохраняем от 300 до 600 долларов в день на рекламу. Разве это плохо? Это очень хорошо. Поэтому Google не делится ни с кем, это большие деньги. Наша компания не только делится прибылью, она еще дает возможность зарабатывать сфер того, подарочные. Поэтому будьте внимательны. Скоро очень много. Все, конечно, никогда не будут в одной компании, но большинство людей, узнав о том, что есть возможность не только иметь подарочные ай-кредиты, ай-реверды, но еще и построение бизнеса, там, где практически мы находимся, то есть иметь возможность пользоваться поисковиком. Почему я должен пользоваться Google, когда могу пользоваться своим поисковиком, и еще на этом зарабатывать? Когда люди об этом узнают, многие здесь присоединятся. Вот так выглядит страничка, которая нам предоставляется раз за разом, когда мы просматриваем рекламу. Это очень занятно и очень легко. Планы различных продаж. Продажи продуктов и услуг напрямую собственным клиентам, и при этом мы можем заработать до 25% комиссионных. Построение команды – это очень важно. Заработок дополнительных комиссионных с командой. Это все у нас есть, и это очень важно. Так, план сетевых продаж. Друзья, не переписывайтесь, пожалуйста, слушайте, не теряйте время. Слушайте и вникайте, и делайте выводы. План сетевых продаж. У нас есть 8 направлений, по которым мы можем зарабатывать. Это комиссионный промышленный продаж, базовый план выплат 6 уровней, лидерский бонус, директорский бонус, инфинити бонус 6 поколений, рояльти бонус 3 поколения. Друзья, смотрите еще раз. Вот так выглядит наш маркетинг-план. Бизнес у нас линейный, поэтому в первую линию мы можем пригласить энное количество людей. Но очень важно иметь минимум троих серьезных партнеров, которые готовы строить бизнес. И с момента, как вы начали строить бизнес, вам предлагается вот такой маркетинг-план. На статусе консультант, это 500-ый пакет, 500 долларов стоит пакет. Вам дают право зарабатывать с 3 уровня, 5% с первого, 2% со второго и 2% с третьего. Но самое важное, я всегда говорю, если мы хотим строить бизнес, то в сравнении с тем бизнесом, который требует больших вложений, друзья, больших вложений, 2 тысячи долларов это просто смешно. Если мы говорим о серьезном бизнесе, и что в этом бизнесе люди зарабатывают сейчас уже, и сколько они будут зарабатывать, если вы услышите, вы поймете, что это действительно смешная сумма денег, 2 тысячи долларов, но я всем говорю следующее, настоящий бизнес начинается с настоящего пакета, и этот настоящий пакет начинается именно с Gold Executive, 2 тысячи долларов. Что мы имеем? Мы имеем 10% с первого уровня, и 3% со второго, третьего, четвертого, и пятый, шестой по два процента. Ежедневно, друзья, ежедневно. На уровне платины, как это происходит? Это происходит очень просто, когда вы пригласили троих человек по 2 тысячи долларов в первую линию, вы становитесь платины, и вы, кроме того, что получаете еще 3% добавочно с пятого уровня, вы получаете еще 1% с первого уровня, там, где вы получаете 10, получаете уже 11. А это лидерский бонус. Дальше, когда в вашей линии все 3 стали платиной, или двое хотя бы стали платиной, то есть они уже имеют по 3 человека на 2 тысячи долларов, и один остался, допустим, Gold, то вы, дорогие мои, стали Diamond. Вам добавляется еще 1% со второго уровня, то есть вы уже получаете 11 с первого и практически 4% со второго уровня. И самый важный момент – это переход на большие деньги, когда вы становитесь Blue Diamond. Blue Diamond имеет возможность получать до 6 уровня 3%, 10 с первого и 1% до 6 уровня сверху, сверх того, то есть еще по 1%. Кроме того, что он получает с первого и второго уровня 1%, он получает еще 1%, это уже пятый получается, до 6 уровня и до бесконечности, то есть Infinity бонус, вот это очень большие деньги. Во что это вливается, друзья? Вливается вот следующее, тут есть еще один лидерский бонус, это Infinity для, то есть Royalty бонус для Black Diamond. Это три самых последних статуса в нашей компании, там Black Diamond 1, Black Diamond 2, Black Diamond 3. На них распространяется еще на 3 уровня по 1%. То есть это очень серьезные деньги. И во что-то вливается, друзья? Это вливается для кого-то в 50 долларов, для кого-то вливается в 100 долларов в день, кто-то получает 500 долларов в день, кто-то 1000, и это только начало. Потому что я знаю и больше, я лично знаю и больше заработков в день, на личном примере. Но также есть люди, которые за год, за полтора года построили себе бизнес, миллионный бизнес, и они получают 5, некоторые 10, некоторые 20 тысяч долларов в день. Вот такие суммы возможны. Они возможны почему? Потому что у нас такой маркетинг-план. Потому что компания делится прибылью. Вот iPoint, да? iPoint что-то такое, это наше вложение. Вот смотрите, здесь с левой стороны есть человек с красным пирогом. Вот он столько вложил, он вложил 70% больше, чем все остальные. Понимаете? Те вложили по чуть-чуть, по 10, по 5, по 3% от общей суммы. У него 75%, да? То есть вот эти 3-3% которым компания делится, они пойдут в пропорционально вложенной сумме. То есть мы, покупая пакет на 2 тысячи долларов, мы повышаем наш iPoint баланс, как бы наши акции вложенные, доля вложенная в эту компанию. Когда мы делаем репокупку в каждый день, я об этом тоже сейчас буду говорить, вот следующий этап показывает. Мы делаем репокупку на 50%. Все, что я зарабатываю сегодня, наполовину я покупаю рекламы. И покупаю, соответственно, и вот эти iPoint, как бы акции, будем так говорить по-другому. И вот чем больше у меня iPoint, тем больше я зарабатываю. К примеру, я зашел на 2 тысячи, пакеты есть на 5 тысяч, на 10 тысяч, то есть у меня iPoint на 2 тысяч будет 4404 iPoint, да? На следующий день я заработал 10 долларов. 10 долларов делится пополам. 5 долларов уходит в iPoint баланс, 5 долларов уходит в мой карман. На следующий день у меня сколько? Уже 4405 iPoint. С каждым днем это повышается. Когда вы начинаете зарабатывать 100 долларов в день, значит 50 долларов ведет на репокупку. Соответственно, то же самое делается в первой линии. Если первая линия у вас уже зарабатывает по 100 долларов, и они реинвестируют каждый день минимум 50 долларов, реинвестируют в собственный бизнес, покупают 50 iPoint, значит вы от этих iPoint будет получать 10%. А если вы на статусе Blue Diamond, то вы получаете еще 3% сверху за счет лидерских, за счет Infinity. То есть вы получаете еще, то есть это в каждый день, в каждый день, вот откуда деньги. Вот откуда деньги. Если бы это было ежемесячно, то конечно, тут бы мы говорили каких-то сумм, там 2000 долларов в месяц, 10 тысяч долларов в месяц, 50 тысяч долларов в месяц. То есть это самые такие вот крупные лидеры. А здесь спокойно мы говорим о 10 тысяч долларов в день, потому что мы покупаем этот продукт, и не только мы, но вся команда, и не только наша команда, но все по всему лицу земли, которые находятся в нашей компании, они получают эти суммы. Как это выглядит на деле, когда человек только начинает, он получает 10-15 долларов от купленного пакета, зависим, какой пакет. Но, как только он начинает подключать людей, он смотрит, ну 30, потом 170, 150, то есть это видно вот 3 января, 4 января, 5 января, это каждый день, да. Следующая, вот такая статистика, 178, 152, 128, 131, дальше. Потом вырастает это через полгода, у кого как, у кого может быть быстрее, у кого через год, через два. 400 долларов в день, 388, 1000 долларов, 1117, 1300, смотрите по-настоящему, 3000, а это все реальная статистика, друзья. Это реальная статистика. У меня еще нет такой статистики 10-20 тысяч долларов в день, но китайцы это зарабатывают. Если они сделали, то и мы это сделаем. Все зависит от того, понимаем ли мы, куда мы попали. Мы попали в мультитриллионную индустрию рекламы, где денег немерено, и наша задача просто определиться, готовы ли мы зарабатывать такие деньги, не сойдем ли мы с ума, потому что здоровье, я считаю, что оно важнее денег. Если эти деньги сведут вас с ума, я вам не советую входить в этот бизнес, зарабатывать вот эту сумму, которую сохраняет ваш рассудок в порядке. А если вы готовы, то вам нужно обучаться, вам нужно уже настроить себя, построить ту почву, на которую упадя вот эти деньги, и не смогли бы вас раздавить. Поэтому будьте внимательны. С деньгами шутки плохи. У нас есть карбонус, то есть если мы вместе в первой линии, то есть общая структура, общая структура, делаем 200 тысяч товарооборотов, нам 500 долларов, если 300, значит, вы видите, да, понарастающих, если мы делаем 500, полмиллиона товарооборотов в месяц, вот, пожалуйста, у нас добавочное, 1250. Если мы делаем 600, это 1500 долларов. Это карбонус, это то, чтобы вы могли арендовать хорошую машину и наслаждаться красивой ездой. 10 видов заработка. Я еще раз повторяю, это бонус прямых продаж, многоуровневый бонус, лидерский бонус, президентский бонус, инфинити бонус, рояльский бонус, бонус быстрого старта, лапта бонус, тэн, бонус этот, когда компания определяет каждый месяц самых продуктивных лидеров, которые продали в этот месяц самобольше в первой линии, то есть больше товарооборотов сделали в первой линии и их награждает этим бонусом. Ежемесячный автомобильный бонус, о котором я уже говорил. То есть, видов заработка, возможно заработок, хоть отбавлять, было бы желание. Друзья, для тех, которые еще все-таки еще сомневаются в том, о чем я говорю, о стабильности компании, о возможности заработка и так далее, и будет ли она существовать в следующем году, не уйдет в небытие, как и многие, не появится ли проблема с выплатом денег и так далее. То есть, это очень важные вопросы и я приветствую людей, которые этим озабочены, потому что это очень важно. Давайте вернемся в 2010 год. Это год, когда я только начинал бизнес в этой компании. Компания зарабатывала на тот момент где-то 1 миллион долларов в месяц. И это показалось странным определенным службам Америки, поэтому они ее арестовали и хотели проверить, не является ли это финансовой пирамидой. Ровно через 2 года она уже, когда получила статус легальности, получила зеленый свет, то есть, оправдание от высшей инстанции, судебных инстанций Америки, это самая легальная компания в мире сейчас. Вы понимаете? Ровно через 2 года она уже имела товарооборот в 98 миллионов долларов. В 2013 году она провернула 250 миллионов долларов. То есть, в нашей компании было товарооборот в 250 миллионов долларов. С легкостью наш президент сказал, и основатель нашей компании Стив Реннер сказал, что мы в 2014 году перешагнем 1 миллиард долларов. Поэтому, друзья, вы сейчас, когда наблюдаете, я обращаюсь с тем, которые имеют уже офис, имеют аккаунт, и наблюдаете за вашей статистикой. Вы видите, что наша статистика поднялась в разы, в разы поднялась. Почему? Потому что это осуществляется. Достижение вот этого миллиарда уже осуществляется по всему миру. Люди подключаются, люди начинают строить бизнес. Китайцы работают. Сейчас русская команда воскрешает. А это очень умные люди. Русские, русскоговорящие, это талантливые и умные люди. И это признает весь мир. Но иногда они делают странные вещи, которые тоже еще больше удивляют мир. Поэтому давайте начнем делать правильные вещи, давайте начнем зарабатывать. Начнем зарабатывать. И в этом году, в 2014 году у нас появится немало, немало богатых людей. Немало, немало. поэтому в этой индустрии есть возможность построения бизнеса и зарабатывать серьезные деньги. И это я вам говорю, друзья, это не на год, на два, не на три. Потому что компания пришла навсегда. Вот так как Google пришел навсегда, так же и наша компания пришла навсегда с одним только отличием. Она хочет, чтобы не только она зарабатывала, она делится прибыли и с нами, дает возможность зарабатывать от рекламы и нам. Простым смертным, простым людям, которые не имеют высшего образования, а если ее имеют, это еще лучше. Простым людям, которые не имеют огромных вложений, чтобы открыть собственный бизнес, но готовы обучаться, готовы брать ответственность на себя и готовы двигаться в этом направлении и вместе достигать высоких уровней. Еще немаловажно, друзья, что компания наша выходит на биржу, она будет акционироваться, то есть мы уже имеем возможность быть акционерами и быть соучастниками и совладельцами этой компании. Для этого нам все, что нужно, это стать партнером, купить пакет на 2000 долларов и сделать товарооборот до 31 марта, это первый этап, в 5000 долларов. 5000 долларов. Это пригласил троих в первой линии по 2000 долларов, вы уже перешагнули на 1000 вот это требование, да, и вы становитесь акционером. И за 2014 год вам начислят вот на таком трастовом аккаунте определенную сумму, которую система определит, сколько вы вложили в эту компанию. Как из собственного пакета, так и заработанного и реинвестировано изо дня в день. Как это работать над этим, не надо сейчас останавливаться, потому что есть видео, есть материал, то есть по всем тем вопросам, которые мы проходили вот сегодня, и вы не до конца поняли, а понять это все невозможно одним махом. Есть материалы, есть люди, которые это все знают, ваши спонсоры, они вам в этом помогут. Если спонсоры не смогут, есть видеоматериалы, и вы сможете разобраться в спокойной атмосфере, о чем идет речь. Вот этот момент тоже нельзя пропускать, потому что те, которые становятся акционерами той или иной компании, если компания действительно развивает и выходит на серьезные товарообороты, эти люди становятся богатыми. но все зависит от того, сколько вы вложили, сколько вы акций приобрели. Мы же можем, строя бизнес, накопить сумму, определенную сумму денег, и на эту сумму нам будут продаваться акции намного дешевле, чем тем людям, которые придут в момент акционирования. Поэтому будьте внимательны, этот вопрос очень важен. Немаловажный вопрос, друзья, это ввод и вывод денег. В основном многие проекты используют всякие кошельки, то, что я считаю, это не то, что ненадежно, это быстро, но серьезные компании с этим не работают. Ни одна серьезная компания не работает с кошельками. Работа с кошельками в основном это те, чей век короток. Им это удобно, потому что никакой ответственности. Закрыл сайт и на этом все закончилось. Если вы пользуетесь карточкой, то вы можете в течение года запросить деньги обратно, если компания не выполнила свои обязательства. А если компания не планирует их выполнять, то она не пользует карточкой, потому что это соприкасается с законом и имеет проблемы. А с такими кошельками, как Киви, Перфект Мани, с ними можно делать что угодно. Никто, никого не тащит в суд. Они деньги не возвращают. Если вы потеряли деньги в Перфект Мани, поверьте мне, пишите вы хоть президенту Америки, никто вам денег не вернет. Поэтому наша компания работает только с банками, работает только с карточками. И что она предлагает? Вы проплачиваете, покупаете пакет через вашу кривитную карточку, Visa Mastercard. Выводите деньги на эту же карточку, либо на на банковский счет. Либо вы заказываете пионер-карту у компании. И в течение определенного времени, зависимо, где вы живете, вы получаете по почте такую карточку. Вы ее активируете и безпроцентно переводите деньги без процента. Переводите деньги вот сюда, на карточку. Все. И даже здесь компания подарила нам такую возможность не платить, не переплачивать за переводы. Что для этого нужно сделать, друзья? Три-четыре простых шага. Это купить пакет, то есть консультант-кит на 60 долларов, это право пользоваться нашим сайтом, уникальным, прекрасным сайтом, купить пакет на 2000 долларов и начинать зарабатывать 10-15 долларов в день. Делайте серфинг, это просмотр рекламы, минимум 25, день. Если вы хотите зарабатывать серьезные деньги, начинайте делиться этой информацией с вашими знакомыми, с вашими партнерами. Вот все, четыре действия, купить на 60 долларов годовой пакет, купить пакет на 2000 долларов и смотреть в течение 15-20 минут в каждый день минимум 25 сайтов. Все. И ваш бизнес начинает строиться. вот такие действия. И я вас всех жду вот на такую конференцию, которая состоится в Лаз-Вегасе в 2014 году в ноябре месяце. Но также будет у нас возможность встретиться и в Москве. В апреле месяце планируется наше руководство. Все, с которым вы познакомились, начиная от президента и заканчивая нашим адвокатом. Адвокат может не быть, а вот финансовый директор, президент компании, Ани Джанг, это наш высшестоящий спонсор, все они будут в Москве для того, чтобы презентовать эту компанию Россия наяву. И многие из вас, я надеюсь, увидят именно там, в Москве. А также и в Лаз-Вегасе. Вот такие встречи проходят по всему миру прямо сейчас, поэтому у нас айпоинты сейчас очень возросли. Вот это последняя фотография из Лаз-Вегаса в ноябре 2013 года. Друзья, я очень хотел увидеть многих из вас, либо в Лаз-Вегасе, либо в Москве. Поэтому я вам предлагаю, давайте строить бизнес, давайте зарабатывать, чтобы уже к апрелю месяца у вас были деньги не только на дорогу туда и обратно, но и одолжить пару десяткам вашим партнерам, чтобы взять их с собой. То есть у вас были уже свободные деньги, с которыми вы можете поделиться. Я думаю, что это было бы неплохо. Что говорит об этом наш основатель компании Аксесс, это Стив Реннер. Нашей целью является иметь как можно больше консультантов Аксесс, имеющих право собственной компании, как и мы. Аксесс – это ваша компания, то есть это ваши друзья-компания. И вместе с вами у нас есть светлое будущее. Мы хотим, чтобы наша семья, Аксесс, росла большой и сильно и стала первой компанией интернет-рекламы, интернет-услуг услуг в мире. Как только наша компания станет публичной, с вами, с вашей поддержкой мы можем сделать это. Вот это слова нашего президента, и я с ним торжественен, потому что эти слова от сердца. Человек, который действительно сделал гениальную компанию, которая выжила, прошла очень большую проверку, осталась в бизнесе и продолжая сейчас мощно шагать по земле. Друзья, что вам для этого нужно сделать? Друзья, всего лишь пригласить троих серьезных партнеров, которые желают построить собственный бизнес. С такими людьми я буду работать как индивидуально, так и вот на таких презентациях, объясняя, обучая, что вам нужно сделать для того, чтобы построить огромную, огромную команду. Всего, что вам нужно, минимум, троих в первой линии. Помочь им сделать то же самое. И если вы сделаете хотя бы до четвертого, до пятого уровня, придержитесь вот этому графику, друзья, вы построите бизнес, миллионный бизнес, миллионный бизнес. Простота действий. Не напрягайтесь, не выдумывайте ничего, все простота. Троих человека, пригласите их, научите делать то же самое. Заботьтесь о вашей первой линии, заботьтесь вместе с вашей первой линией о второй линии и о третьей линии. Помогайте им делать то же самое. И вы построите себе миллионный бизнес, который будет приносить прибыль не только при вашей жизни, но вы сможете это передать вашим детям и внукам. Бывает, некоторые задают вопрос, ну, понимаешь, как приглашать, не знаю. А вот если вы просто возьмете за правило, приглашать в каждый месяц хотя бы одного человека. Вот просто одного человека. И научите это делать то же самое и в вашей первой линии. Если каждый из нас будет приглашать хотя бы одного человека в месяц, то уже на третий месяц, друзья, уже будет восемь человек. А это уже пассивный доход. И это уже неплохие деньги в месяц. Это намного больше, чем любая пенсия в России и приближается к пенсии уже европейской. Когда вы продолжаете это делать и на четвертый месяц у вас уже 16 человек, когда вы это продолжаете делать, друзья, то из месяца в месяц все больше, смотрите, на пятый же 32, 64 и так далее, и на двенадцатом месяце у вас 4096 человек. А если это только придерживается по одному человеку в месяц, то при такой структуре, друзья, у вас должно быть около 1000 долларов в день. Это минимум. При такой структуре 1000 долларов это минимум в день. Поэтому за один год можно прийти к 30 тысячам долларов в месяц. спокойно, не занимаясь переписью населения, а делая правильный бизнес. Поэтому на эти темы мы будем говорить, будем работать для того, чтобы выпить все то из головы, что мешает вам строить нормальный бизнес. А мешает нам очень много. Очень много. Я всегда говорю, что глупые люди берут простое и усложняют до того, что сами запутываются. А гениальные люди берут сложное и упрощают, что даже ребенок может разобраться. Поэтому когда говорят, что все гениальное просто, это как раз о нас, о нашей компании. В нашей компании все просто. Оно сложно по емкости, очень сложно, но она проста для тех, кто хочет строить бизнес. Проста для тех, кто хочет строить бизнес. И эта красота я ее уже озвучил. Это купить пакет на 60 долларов, купить пакет на 2000 долларов, делать серфинг 15 минут в день и делиться информацией. все. Вот простота в чем. И гениальность. Поэтому не усложняйте, все здесь просто. Я на этом заканчиваю. У меня информация на сегодня закончилась, потому что уже целая часть прошел. Сейчас я могу обратиться к вам. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, можете их написать. понедельник, Сережа, старых много, а новых мало. Ничего страшного, может быть вопрос новичкам. намного важнее. Хорошо. Друзья, я считаю, что сегодня... Спасибо за отличную презентацию. Пожалуйста, друзья, у меня к вам вопрос. В основном это моя структура, это люди, которые находятся в моей структуре. и с каждым днем здесь будет все больше и больше людей. Я вас спрашиваю, и ответьте очень ответственно, относитесь к этому. Хотите, чтобы я проводил это в каждый день, либо это в 9, либо в 8 часов, на час раньше, и потом я буду подключать лидеров, которые вырастут из наших, из наших, то есть из вас, вырастут лидеры, которые будут делать эти презентации. Что бы у нас не... Иногда я к чему веду это? Потому что разные спикеры. Я наблюдаю просто такой пассив, пассив в презентациях как выше, так и параллельных структур. Меня это не устраивает. Видя, какой потенциал сейчас есть в компании, я не могу ждать, чтобы я один раз в неделю делал презентацию. Я буду делать общие презентации один раз в неделю. по пятницам или в четверг. Но для своей команды я готов делать это каждый день. И презентации, я вас уверяю, они не будут докручать, не будут скучны. Почему? Потому что со временем я сейчас уже работаю над сайтом, командным сайтом, и у каждого из вас будет командный сайт. Это будет ваша страничка. У нас будет один сайт, один интерфейс. И интерфейс, но также будет у вас собственно страничка, где вы сможете там поставить вашу фотографию. У вас будет прямой скайп, е-мейл, телефон, то есть все ваши данные. Это будет ваша страничка. И на первой страничке будет информация о нашей компании. Там же будет презентация. А внутри бэк-офиса, когда будете выходить, там будет все школы, связанные с ротатором, с построением сайта, презентации, по маркетинг-плану, все разжевывано в виде файлов, в виде видео и так далее. То есть надобность в том, чтобы мы разбирали здесь маркетинг-план и отвечали на вопросы, отпадет, потому что вам всего, что нужно будет делать, просто зайти туда и на нужный вам вопрос найти ответ. Найти ответ. И посмотреть это наглядно. То есть кто помнит прошлый мой сайт имел такие функции. Сейчас он будет намного, намного усовершенствован и будет намного больше пользы от него. Поэтому на презентациях мы будем говорить о других вещах. Мы будем говорить о возможности построения бизнеса и помогать людям понимать, насколько важно иметь собственный бизнес. Вот для чего презентация. А не для того, чтобы рассказывать и отвечать, как работает айпоймант. А это другой уровень, другой этап, к этому человек должен подойти постепенно. И как он только задаст вопросом, он просто идет в свой бэк-офис, берет эту презентацию, смотрит, вникает и не докучает каждому из нас. А. Занимается самообразованием в одиночку. В одиночку, потому что это правильно. Сейчас не надо идти в университет, чтобы научиться чему-то. Сейчас можно открыть интернет и получишь больше информации, чем ты будешь там просиживать пару лекций. Понимаете? И намного эффективнее. Поэтому бизнес у нас должен быть эффективным. Наши презентации должны быть построены именно в такой форме, которую я сейчас строю. и даже намного легче именно маркетинг плана, продукты и так далее, потому что все это мы можем дать в виде других презентаций, в виде коротких видео по всем этим направлениям. Поэтому, если вы согласны делать, чтобы я делал презентации каждый день, определитесь, пожалуйста, какое время вам удобно. надо ли это сделать пораньше, чтобы это было для Красноярска, для Владивостока, для Казахстана поудобнее. Я это сделал, я могу встать пораньше, могу встать в 7 часов утра и сделать этот презентат. Главное, чтобы вы поняли, друзья, сейчас поднялась очень большая волна. И нам на этой волне не то, что легко, это просто разумно начать строить бизнес, потому что айпоинты сейчас поднялись и будут подниматься, и нам сейчас нужно просто поднимать свою структуру, которая, у кого она еще неактивна, нужно до них достучаться и также приглашать новых партнеров. Да, что у нас работает дальше по своей структуре. Да, спасибо. Так, раньше, здорово. Это примерно то, что вы делали для нас два года назад. Заур, очень правильно, да, помню, страшнейший был. Проще. Значит, что, друзья, что у нас в 19 или в 20? Вот давайте определимся, если в 20 часов для меня это было бы как раз нормально, дети уходят в школу, я начинаю делать презентацию. Делаем в 20 часов по Москве, а вот да, да, лиги, ну, мы сделаем в 20. Вы знаете, в 21 часов, в 21 час проходит презентация команды Игоря Козлова, Игоря Козлова, во вторник делает, завтра будет делать компания, но завтра я буду делать в 8 часов утра, я размещу это в чатах. В среду делает Игорь Козлов в 21. Я сделаю 8 часов, как обычно, те, которые не успеют, придут в 21. Но моя команда, то есть я за нее болею, мне очень важно, чтобы донести до вас, что я этим живу, я этим горю, и я здесь, для того, чтобы помочь вам, помочь вам подняться, и вместе двигаться к цели. Понял. Завтра будет 20 часов, друзья. Я размещу сегодня, завтра будет 20 часов. И по чатам вы будете получать информацию в 20 часов каждый день в этой комнате. Заходим, приглашайте людей, я в течение месяца думаю, что построю сайт, где будет вся информация, чтобы вам уже никогда не надо будет больше брать где-то видео оттуда, презентацию оттуда, давать пусками людям. У вас все будет на одном сайте, ваша задача будет только, просто-напросто, показать им, где находится та или иная информация. Все. Да, значит, все правильно, Завур. я провожу с 8 до 9, а кто хочет послушать дальше Игоря Козлова, идет к Игорю Козлову, либо к Оле. Оля очень хорошие презентации делает, особенно обучающие. Игорь тоже сейчас подключается, его тоже нужно слушать. Но я решил свою команду вести сам, потому что это мой бизнес. И я хочу научить и вас, чтобы вы отвечали за собственный бизнес сами, потому что только так вы можете выйти на серьезные доходы, если начнете заботиться о вашем бизнесе. Не просто пустить его на самотек, чтобы Игорь Козлов делал презентации, чтобы Ольга и так далее. Они хорошо делают, но, как практика показывает, зарабатывает тот, кто начинает делать презентации. Потому что это ваш бизнес, и за него вы должны бороться, за него вы должны стоять горой. А значит, вы должны обучаться, вы должны прийти к тому, чтобы выйти вот так перед публикой и рассказывать, показывать, обучать своих людей. И многие из вас к этому придут. Так, нужно сделать один час для вопросов и ответов. Никаких, вы знаете, вопросы и ответы, они практически не будут нужны тогда, когда будет сайт. Ваша задача будет всего лишь, когда кто-то задает вопрос, вы просто показываете ему, где находится эта информация. И он ее находит, и все. Потому что вопрос, как работает айпоинт. Вы понимаете, сколько человеку нужно объяснить, если без наглядности. Всю жизнь он не поймет. А если есть уже видео, показывающее, вот ты заходишь сюда, вот эта статистика, вот эта формула, как работает, вот во что вливается, вот это. Он посмотрел, он понял, вы при этом потратили всего лишь 30 секунд, показали, где это находится. Как работает маркетинг-план? Если вы будете распинаться перед ним два часа, вряд ли он поймет. А если вы дадите ему видео на 15 минут, как работает маркетинг-план, он посмотрел раз, не понял, посмотрел второй раз, о, и что-то там не понял, вернулся обратно, все, в течение часа он разобрался. Сколько вы потеряли? 30 секунд. То есть наша задача просто, сейчас запомнить этот сайт, все информации, и в дальнейшем наша задача просто пройтись по этому сайту и ознакомиться, где что находится. Конечно, сами не изучить, для того, чтобы вы получили правильное знание, где что находится. А потом уже вы своим людям просто показываете, вон там это находится. Не надо объяснять. Не надо сидеть и распинаться перед каждым, объяснять, потому что это неоправданно. Для этого есть видео, мы живем в 21 веке. То есть ваша задача полчаса познакомиться с этим сайтом, когда он будет готов. Все. И это задача каждого новичка, который придет в наш бизнес. Получил сайт, ознакомился, естественно, этот материал он должен пройти сам. И дальше, когда у его партнеров есть вопросы, он просто-напросто показывает, вот здесь находится, вот здесь находится. Все. И мы освобождаем время, вместо того, чтобы сидеть и долдонить с утра до вечера одно и то же разным партнерам, мы ищем новых партнеров. Это нам будет разумнее и эффективнее.